Железная логика Он сказал, на каком удалении от границы должна быть демилитаризованная зона на Украине. Он сказал, что линия должна быть на таком расстоянии, которое обеспечивало бы безопасность мирных городов России от обстрелов. То есть, наверное, никаких двухсмысленностей в понимании быть не может. Будем дальше, дальше, дальше двигать вот эту безопасную зону. Будет ли продолжаться конкретное наступление или будет какое-то другое решение, мы просто увидим по ходу дела. Потому что здесь, собственно говоря, есть, опять же, как я себе это вижу, есть, собственно говоря, цель изначально, чтобы одна из целей спецоперации это демилитаризация Украины. Она много раз подтверждалась. Соответственно, если так по-русски. По-русски это чтобы с территории Украины, значит, не исходило никакой военной опасности в направлении России. Как это будет достигнуто, это вопрос уже конкретных обстоятельств и техники. Это может быть достигнуто путем военного наступления. Это может быть достигнуто, видимо, путем, так сказать, каких-то дистанционных ударов. Это может быть достигнуто и политическим путем. Если каким-то образом, да, руководство Украины, то ли нынешнее, то ли какое-нибудь будущее, будет принуждено, так сказать, к тому, чтобы подписать некие соглашения по этому поводу. Или это может быть достигнуто полной ликвидацией государственности Украины. Как оно, так сказать, дальше там получится? Ну, просто-напросто посмотрим, да. То есть вопрос в том, что есть задача, так сказать, да, какими способами она будет выполняться, будет зависеть от изменения ситуации. Но, в общем и целом, конечно, изначально, как я говорил еще много-много лет подряд, как бы, да, изначально главная проблема с Украиной состоит в том, что, получив из наших рук, так сказать, из отцовских рук буквально, да, получив, как бы, вот эту вот независимость, тоже выдуманную в значительной степени, вот, Украина вместо благодарности, да, начала вести враждебную по отношению к России деятельность, в том числе, доведя ситуацию до того, что с территории Украины стала исходить военная опасность для России. Вот, собственно, и все. И поэтому на это все равно как-то, так сказать, придется реагировать. И пришлось бы реагировать, да, можно обсуждать детали, можно обсуждать, так сказать, обстоятельства, значит, успехи и ошибки, там, да, и стратегии, и тактики, и все остальное. Я понимаю, но факт остается фактом. Это вот главная, собственно говоря, проблема с Украиной. Что вместо того, чтобы жить спокойно и мирно, да, Украина выбрала с 92-го года тактику, как бы, да, постепенного превращения в военный плацдарм в отношении России. Много раз про это говорил. Еще раз напомню, в 1992 году были подписаны соглашения Украина-НАТО, и, значит, начались ежегодные учения Сибриз, да, между Украиной, украинскими вооруженными силами и вооруженными силами. НАТО. Значит, зачем это было надо, так сказать, да, какую такую опасность тогда Россия представляла, которая только-только подарила, фактически, Украине эту самую независимость. Во главе России стоял Борис Ельцин со всей своей либерально-прозападной командой. Он совсем недавно, года еще не прошло, как были подписаны вместе с первым президентом вот этой постсоветской Украины Кравчуком, Беловежские соглашения, и вроде бы, как-то, так сказать, все было оговорено, понятно, что фактически республики все постсоветские, включая Россию, выстраивались просто тупо в очередь, так сказать, да, за то, чтобы получить какую-то, значит, этот самый, эту легитимность, или какой-то, значит, похлоп и не поплечушь стороны Запада. Как вот недавно расшифрованы же были эти, каких, ну, обнародованы в Америке расшифровки переговоров Клинтона. — Ельцина и Клинтона. — Да, Ельцина и Клинтона, да, ну, напрямую, как бы, Ельцин предлагал, давайте Россия вступит в НАТО, вот, ну и что? И ничего, да, вот, на самом деле. Так вот, вопрос, вот тогда, когда сам Ельцин, как бы, да, фактически был готов вступить, так сказать, в НАТО, вступить Россию в НАТО, скажем так, да, зачем Украине надо было начинать явно враждебную в отношении России военную и политическую деятельность? В этом вся проблема. Развитие вот этой самой ситуации, которая могла развиваться совершенно по-другому, да, оно и привело к тому, что сегодня происходит. И так или иначе, опять же, способ можно обсуждать, вот, конкретные решения, так сказать, можно обсуждать, но так или иначе, да, эту проблему, к сожалению, пришлось бы все равно решать. Какими-то способами. Вот в этом, собственно, и суть. Поэтому, не говоря о том, что вчера тоже прозвучало, вот на этой встрече, так сказать, Владимира Путина с доверенными лицами, есть, значит, конкретная, так сказать, совершенно проблема. С территорией Украины, значит, благодаря политике ее властей исходит военная угроза в отношении России. Вот эту задачу надо решать. А уж какими способами, ну, это вот, значит, по обстоятельствам, что называется, станет ясно. Еще из заявлений, которые вчера были сделаны и которые тоже активно цитировали и российские, и зарубежные СМИ, Владимир Путин заявил, что Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, и которых сбили на прошлой неделе, который сбили на прошлой неделе, он был сбит из системы американского производства ЗРК «Патриот». Он сказал, что это уже установлено. Вместе с тем, сделал, ну, такое небольшое замечание, что, возможно, что сбили по неосторожности, и сказал, что обмен пленными с Киевом продолжится. Надо своих ребят, нам своих ребят надо забрать, сказал президент. Действительно, вчера было объявлено об обмене достаточно большой группы военнопленных наших и с украинской стороны. И в этой связи Госдума сегодня уже, как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассмотрит проект обращения Конгрессу США в связи с совершением Украины теракта, чтобы наказать ответственность и привлечь исполнителя этого теракта. Объявлено, да, что это была американская система. Вместе с тем, по крайней мере, по обмену пленными никаких стоп-сигналов не было дано. Ну да, Путин вчера сказал, что его же там тоже спросили, будет ли, означает ли это остановку обмена пленными. Он сказал, что нет, мы этого делать не будем. Да, и в том числе я подчеркнул, что у нас их тысячи, как бы, да, украинских военнопленных. В 10 раз больше. Да, с той стороны десятки, ну, может быть, там сотни и прочее. Но, опять же, в данном случае я там высказываю свою точку зрения. А по поводу Патриота, насчет случайности, ну, теоретически, наверное, могла бы быть и случайность, потому что, я говорю, помним, как при Кучме сбили рейс Новосибирск-Тель-Авив. И, кстати говоря, Украина так и не признала, на самом деле, в полной мере свою ответственность за это. На самом деле, это была зенитная ракета украинская, которая была пущена в ходе учений, вот, и сбила реальный самолет. Вроде как учения были, они сбили реальный самолет, все пассажиры, как известно, погибли. Вот, там, 200 с лишним человек, по-моему. Вот, а, кстати говоря, Украина и тогда, хотя, вроде бы, казалось бы, да, ситуация была гораздо более мирная. Они сделали вид, что они еще ничего не знают, что это не они. Нет, сначала вообще не говорили, что это не они, потом, вроде как, стало ясно, что они, но они, вот, полноценных извинений, как бы, да, компенсации и прочее, так и не принесли, как бы, да, ничего там по этому поводу не сделали. Тогда еще, да, это вообще к вопросу о том, а что же такое украинские политики, даже из более, как бы, этих спокойных и мирных времен, а что там говорить про, что там говорить про сейчас. То есть, ну, наверное, могла быть случайность, но я, честно говоря, не верю в случайность, вот, лично я. Почему? Потому что система Патриот, судя по всему, скорее всего, контролируется американцами. Вот, когда они там только появились, вообще, ходили разговоры, понятно, что документов там у нас, у меня там, естественно, никаких нет на руках, но ходили слухи, что вообще, и я думаю, так оно и было, что вообще, на самом деле, прибыли американские экипажи. Может быть, это не были кадровые военнослужащие, может быть, это были какие-то специалисты, там, компании-изготовители или еще что-то вроде, но, в любом случае, американские граждане там 100% были. Потому что для того, чтобы освоить и управлять этими комплексами, нужны были инструкторы, как минимум, а может быть, даже и вообще полноценные экипажи. То есть, полностью, да, весь расчет боевой, как бы, да, он мог быть укомплектован американцами, как бы, да, или европейцами, вот, а украинцы только там вокруг стояли, что называется, да, по периметру охраняли и все дела. Я думаю, первоначально именно так и было. Но и сейчас, я думаю, что без иностранных специалистов, которые консультируют, так сказать, да, не знаю, уж принимают решение или нет, но, как минимум, как бы, наблюдают за этим, подсказывают, дают советы, скорее всего, не обходятся. И я думаю, что комплексы Патрио – это слишком дорогая штука для того, чтобы их просто так вот бросить, там, условно говоря, там, да, это самое, где-то в поле, как бы, и отдать ее, там, солдатам ВСУ, вот, которые, как бы, по большому счету, так сказать, да, и не очень понимают, как с ней обращаться. Потому что, еще раз говорю, техника-то сложная, техника современная, да, вот, да, так сказать, кинжалы они не сбивают, но, тем не менее, это очень сложная и, как бы, современная техника, которая требует квалифицированного управления. Поэтому здесь вопрос не только в том, что это американская система, а американцы несколько раз заявляли о том, что, вот, мол, они, как бы, вообще-то, украинцам предоставляют свою технику, но с условием, что она будет использоваться только на фронте, значит, на поле боя, а и не будет использована по, значит, воздушному пространству или по наземным целям в глубине территории России. Они об этом говорили. Ну, ладно, это, знаете, все тоже, как это, как устные... Ну, говорили, говорили, а документ, покажите документы, скажем. Да, документа нету, скорее всего. Это как устное обещание западников Горбачева не расширять эти самые НАТО на восток, чем это кончилось, мы знаем. Но, кроме этого, кроме этого, еще раз говорю, там могли быть американские специалисты, которые, возможно, и принимали решения по там пуску, как бы, или там не пуску и так далее, и так далее. Конечно, это серьезно, потому что это вообще, что называется, казус бэлли, так сказать, да, что называется повод для войны. Еще раз обратить внимание американцев на то, что они играют с огнем, на то, что, на самом деле, накачивание Украины вот этим оружием, оно может привести к большой очень войне, к которой, на самом деле, никто не готов, давайте скажем честно, да, никто не готов к большой ядерной войне, и не дай бог она случится. Потому что для всех этих это будет просто, так сказать, условно говоря, там, крах, да, и так далее, и так далее. Вот зачем, для чего это делать, да, непонятно. Другой вопрос, что, опять же, что касается американцев, да, американцы, ну, по крайней мере, часть американской администрации, американских спецслужб, американских военных настаивает на, этим самым, на, так сказать, интенсификации конфликта, на то, чтобы уровень напряженности все рос, и рос, и рос, и рос, и рос. Кто знает, возможно, конкретно поэтому, какой-то, какой-то американец и принял решение по удару по этому самолету. Хотя, в любом случае, даже если это так, в любом случае, значит, непонятно, а зачем же надо было уничтожать 65 украинских военнопленных, которые везли, которых везли на обмен. Там в составе, между прочим, этих пленных, вроде как было там то ли 15, то ли там что-то 17, не помню, говорили этих, вот этих таких отъявленных радикальных неонацистов из вот этого подразделения АЗОВ и так далее. Хотя тоже непонятно, что их менять, так сказать, да, мы их обещали судить вообще-то. Но в любом случае, да, вот что, что, так сказать, что послужило причиной уничтожения именно этих 65 человек, не очень понятно. Но, тем не менее, это те, кто играл на обострение. Другие говорят, что это, возможно, там Буданов какой-то там безумный дал такой приказ. Третьи говорят, что, возможно, вообще там как раз и была интрига в том, что оттуда возвращались какие-то такие люди, которые могли там что-то там такое, так сказать, на Украине там замутить и прочее. Хотя я в это не верю, потому что если уж надо было их как-то уничтожить или нейтрализовать, то, наверное, нашли бы способ там без таких вот этих самых. Но в любом случае, да, Украина Украиной, но это уже вопрос к американцам. Поэтому здесь, я думаю, что его необходимо, как бы, да, ему внимание уделить максимальное. Ну и президент вчера говорил, что не знает и не понимает, зачем украинцы сбили Ил-76. Поэтому он допустил, что это было преступление по неосторожности, что, ну, была ошибка того самого экипажа Патриота, который ударил по Ил-76. И президент также сказал, что мы готовы, даже попросил, настаивает Россия на проведении международного расследования крушения Ил-76 с украинскими военнопленными. Так он ответил на призывы Зеленского, который на прошлой неделе кричал, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Вот когда вскрылись факты, когда, значит, не все козыри на стол выложены, но, по крайней мере, достаточно ударные, все, украинская сторона про это уже просто забыла. А президент сказал, мы настаиваем, но желающих в этом из международных организаций не появилось. Не появилось, а почему не появилось? Потому что вот то, что, кстати говоря, они все не появились, никакие международные организации, никакие следователи, никакие наблюдатели, правозащитники, понимают они или нет, но это косвенно подтверждает нашу версию, что действительно сбита была американская ракета, а в самом самолете находились украинские военнопленные. Потому что, если расследовать, видимо, эти факты будут вылезать на поверхность и, соответственно, это совсем неинтересно. Ну, кстати говоря, когда Путин сказал насчет того, что это может быть и несчастный случай, знаете, опять же, я лично это расцениваю, может быть, это и был несчастный случай, но тут тоже, это, если хотите, подача тоже, в том числе, тем же американцам, для того, чтобы они поняли, насколько это вообще опасно. То есть, может быть, это и был несчастный случай, и, может быть, американская сторона удобно было бы именно так это подать, но дальше вопрос, то есть, грубо говоря, хорошо, это был несчастный случай, предположим, да, но дальше вы сделаете выводы по поводу того, а что же вообще может произойти. Если это несчастный случай, значит, вы вообще не контролируете тех, кому подставляете такое опасное оружие. Если они сейчас допустили такое, да, то они могут и потом допустить что-то еще более, так сказать, значит, страшное для того, чтобы, для того, чтобы, как бы, да, развязать какую-то, может быть, там, третью мировую войну и прочее, прочее. Зачем это нужно, так сказать, да, и чем это все чревато? Потому что, мне кажется, одна из, как раз, вот проблем, я про это много раз говорил, заключается в том, что американцы и европейцы почему-то думают, что мы блефуем, да, что мы, так сказать, да, у нас есть ядерное оружие, но мы вообще ни при каких обстоятельствах этого использовать не будем. Вообще, все можно, вот, ограничить, так сказать, конфликтом, условно говоря, на территории Украины и так далее, и так далее. Вот, конечно, мне бы крайне не хотелось, так сказать, чтобы этот конфликт расширялся, и вообще хотелось бы, конечно, чтобы он как можно быстрее закончился, вот, но, тем не менее, я думаю, что вот им нельзя давать расслабляться, как бы, да, чтобы они думали, что, типа, ну, так вот можно еще лет 20 провоевать, мы будем туда подкидывать оружие, как бы, а эти полоумные будут запускать ракеты во все стороны. То есть, в том числе поэтому, я думаю, что вот эту вот, вот эту трагедию, как бы, да, ее надо, ну, ей надо все внимание уделить, ее надо, так сказать, докручивать максимально до конца. Ну, оружие будут подкидывать, вчера была в Киеве Нуланд замгоссекретаря по политическим вопросам, та самая, которая раздавала на Евромайдане печеньки, в этот раз без печенек, но привезла бомбы, новые бомбы, такие переделанные, собранные из двух снарядов, из двух ракет, из двух бомб. Тем не менее, вещь, вчера об этом говорил военный обозреватель ВСТФМ Михаил Ходоренок, что не стоит преуменьшать, значит, опасность этих бомб, потому что они могут бить до 150 километров, и главное, они дешевые в производстве, их можно очень много на Украину завести со стороны Соединенных Штатов. Вот вчера Нуланд с гордостью заявила, что эти бомбы уже едут к линии фронта, то есть совсем скоро они будут применяться, то есть нужны какие-то превентивные шаги. А по поводу постепенного накачки, действительно, статистика подтвердила, в прошлом году Соединенные Штаты увеличили экспорт вооружений до рекордных в годовом исчислении 238 миллиардов долларов. И все там стоны, что у нас все закончилось, ну, ВПК американская скажет, нет, мы еще, мы на новый рекорд пойдем, лишь бы подогревайте этот конфликт, никакого решения мирного нет, должна быть Украина, значит, вот таким, такой антироссией оставаться. Ну, это значит, что нужен какой-то более внятный сигнал для этих людей, да, кроме тех, что уже есть, для того, чтобы они поняли, что это слишком опасно. Еще раз, я как раньше говорил, так сейчас говорю, я вот не понимаю, так сказать, зачем мы даем всем этим Нуландам туда приезжать, как бы это в том числе для них, понимаете, как подтверждение того, что вот мы, для нас, у нас есть некая, так сказать, черта, красная там черта, линии и прочее, прочее, за которую мы не заходим, типа того, да, мы воюем с Украиной, но вот Америка, американские или европейские политики, американские или европейские военные, как бы, да, это вот другой вопрос, да, хотя известно, что гробы разных наемников, там, они сотнями уже идут, ну, из разных стран мира сотнями идут, а я думаю, что если так вот от начала конфликта отсчитывать, то, наверное, уже и тысячами даже, так сказать, идут с Украины, но они, как бы, формально вообще все не военнослужащие, непонятно там кто, вот, так что, мне кажется, так сказать, вот этих сигналов более четких, как бы, да, может быть, может быть, не хватает, вот так вот. А так, конечно, преуменьшать опасность там, да, ну, естественно, ее не стоит, вот, а что касается Нуланд, вообще, мне кажется, это человек, как раз, который олицетворяет трагедию Украины, вот они там радуются чему-то, на самом деле, трагедия Украины, ведь Нуланд тогда приезжал на этот самый Майдан в 14-м году, а ведь именно с этого момента рекой полилась кровь, рекой полилась кровь, так сказать, это, значит, злобная старуха, вот, на самом деле, олицетворяет вот смерть, если хотите. Да, 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 она олицетворяет смерть для Украины, вот, поэтому все эти радости глупые, это только, как бы, ну, от недалекости, неглубокости, скажем, как бы, и неумности. Ну, посмотрим, насколько четко воспримут сигнал конгрессмены США, Госдума, напомню, готовит проект обращения к Конгрессу с требованием осудить преступление Киевость. Первые о главном. Вести ФМ Субтитры создавал DimaTorzok